Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор сайта Изба Вязалина, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинке с нуля. И сейчас мы с вами свяжем сырную мышь, то есть мышь, торчащую из сыра. Начинаем вязание с кусочка сыра. Количество рядов это толщина нашего куска. Высота, вернее. Насколько у нас высокий сыр. Количество петель 80. Эти 80 петель представляют из себя три части. Длинная сторона треугольника, серединка короткая сторона, видите треугольника вот это в уголке, и длинная, вторая. Серединка. Насколько широкая серединка, вы тоже определяете сами, потому что кусок сыра может быть очень широкий, такой разрезный, может быть очень узкий. Но если он будет очень широкий, представляете, какая должна быть мышь огромная, длинная. Если он будет очень узкий, мышь тоже должна быть приплюснутая, потому что она не поместится в этом куске. Должно быть какое-то среднее значение. У меня это 16 петель. Количество рядов и петли. Часть, одну часть треугольника мы оставляем на иголках, остальные части мы снимаем на помогательную нитку. Причем желательно на разные, чтобы не путаться. Итак, ставлю в рабочее положение середину. Меняем из-за того, видите, получается. Середину снимаю на помогательную нитку и вторую часть треугольника снимаю на бросовую нитку. Снимаю на бросовую через катушечную. Получается, у меня одна сторона сидит на иголках и две другие я снимаю на бросовую нитку. Одну и вторую точно так же. У меня получается три части отдельных. Делается это независимо от того, какая у вас вязательная машинка. Одна сторона, мы ее убираем и точно так же снимаем на бросовую нитку вторую часть. Я это делаю через катушечную нить, для того, чтобы у меня получились хорошие открытые петли, которые мне будут нужны для дальнейшей обработки куска сыра. Тоже убираю. Смотрите, у меня, эти части мне пока не нужны, рабочая нить находится справа. Если я прямо сейчас начну вывязывание верхушки, то сейчас я буду вывязывать верхнюю часть сыра. У меня два уголка есть, я буду вывязывать верх и низ по отдельности. Сейчас буду делать верх, компоновать этот уголок. Если я его просто буду делать, мне придется потом снимать на бросовую нить все петли и, для того, чтобы у меня не было рубчика полусоединительного, снимать все на бросовую нитку и сшивать скрытым швом, либо швом на машинке, но с переворотом полотен. Если же я буду сшивать так, как есть, вот, как ляжет, так и ляжет, шов идет на лицевую сторону и будет виден рубчик. Это гораздо проще, гораздо легче, меньше усилий, но я должна при этом сделать такой рубчик и с этой стороны. Иначе будет просто некрасиво. Там он есть, здесь его нет. Поэтому я сейчас беру крючок, беру рабочую нитку и за петлями, между машинкой и моим полотном, делаю набор косичкой. То есть я здесь создаю рубчик, такой хороший причем. Не стягивайте полотно, пускай он будет потолще, потому что со стороны, где мы будем сшивать полотно, он сам собой получится толще за счет того, что там будут соединены два полотна с косичкой. Поэтому сейчас начинаем с того, что создаем рубчик по краю. Еще раз говорю, если вам он не нужен, значит вы будете делать, соединять полотно немножко другим способом. Я делаю так, вы можете делать, как вам нравится. Потеряла петлю. Осторожно, потому что загибающиеся края не очень способствуют, мешают, мешают, скажем так. Через каждую иголку делаю набор, стараясь, чтобы полотно не слетело с иголок. Продолжение следует... Последнюю петлю можно надеть на последнюю иголку. Так, у нас создан рубчик и теперь полотно будут более-менее одинакового размера, вида. И моя задача теперь начать соединение полотен. Я сейчас буду вывязывать верхушку. Видите, когда мы вот так вот складываем наше полотно, вот что, собственно, у нас получилось. Вот так вот будет выглядеть уголок. Я сейчас буду заполнять его верхнюю часть. Для этого я буду надевать на иглы машины вот эту вот сторону. Только поэтому мы с вами и сделали ее, видите, вот, отдельной, раздельной сбросовой ниткой. Кстати, для того, чтобы не потеряться, можно сразу, прямо сейчас сделать то же самое с другой стороны. Берем кусочек ниточки любого цвета, какой только у нас есть. Вот есть серенькая для мушки. И вот здесь вот между, между, между. Делаем метку. Здесь у нас будет разделитель между вот так же этих уголков. Беру первую петлю. Она у меня попыталась уже убежать, пока мы занимались оформлением. Но, за счет того, что катушечная нитка очень хорошо держит эти петли, мы ее легко вытаскиваем, потянув за катушку. И первую же петлю вот так вот надеваю на первую углу. При этом у меня рабочая нитка находится слева. Каретка у меня находится справа. На самом деле, перевожу каретку за счет того, что мы с вами сделали набор. Каретка оказалась с другой стороны. Переводите ее к рабочей нити. И теперь будем по очереди вводить в работу иголки. У меня получается по две иглы. Первые две иголки вводим в работу. Если у вас машина с нитеводом, делайте то же самое. Все то же самое, ничего не меняется. Только не забудьте включить рычаги частичного вязания, чтобы у вас машинка не забирала в рабочее положение все иглы. Провязываю два ряда. Ряд. Обвиваю иглу, стоящую впереди. И второй ряд. Нитка между полотнами. Видите? Беру вторую петлю. Надеваю на крайнюю иглу. Ставлю в рабочее положение две следующих иголки. И провязываю два ряда, обвивая иглу, стоящую впереди. Раз, два. Беру третью петлю. Самое главное, смотрите, не перепутайте те петли, которые вы уже надели на иглы. Еще две иглы в рабочее положение. Раз, два. У нас уже начинает вывязываться уголок. Следующая иголка... О, петелька, простите. Следующие две иглы в работу. Раз, два. И так до конца полотна. Так, это уже ввязано. Значит, следующая вот эта. Две иглы в работу. Уголок уже виден. И вот таким вот образом мы с вами вводим в рабочее положение все иголки. Вывязывая верхнюю часть нашего сыра. Раз, два. Уже сразу две иголки. И сразу в следующую петлю. Все. Довязываем до конца. И получаем достаточно аккуратный и хорошенький уголок нашего сыра. Окончанием работы является окончание петель для вот этого вот части толщины нашего сыра. Вот уголок. Вот он. Отлично вывязался. Получается очень остренький, четкий такой разрез сыра нашего. И теперь вот эта часть, которая у нас осталась, мы ее надеваем на уголки. Просто все петли надеваем на все иглы. Поскольку количество петель выверялось, оно должно быть одинаковое с двух сторон. Как я уже сказала, серединка у меня занимает 16, всего 80. Считайте, сколько там петель у нас в середине. 32 петли с одной, 32 петли с другой, 16 в середине. Ну, это мой кусочек сыра. У вас могут быть немножко другие мерки. Надеваем петли. И закрываем косичкой. Вот только для того, чтобы у нас одинаковые края были и сверху, и снизу, справа, и слева, мы с вами будем делать эти рубчики принудительные. Потому что они получаются со всех сторон, кроме того ряда, с которого мы начинаем делать уголок. Сейчас я сниму эту часть и покажу вам, что именно я имею в виду. Потому что нам сейчас надо будет вывязывать нижнюю часть сыра точно таким же способом. То есть мы сейчас наденем на игру полотно. Поэтому начинать надо обязательно с ростом помогать на нитке, чтобы у нас были хорошие открытые петли. И верх и низ были абсолютно симметричными. До конца. И закрываете косичкой. Ничего не надо провязывать. Вот как надели полотно, так и закрыли. Все совпадает. Снимогательную нитку можно снять, если мешает. Я ее отрежу, потому что здесь была завязана открытная нитка. Таким образом она снимается. Мы просто вынимаем катушку и ее вспомогательная сама отваливается. Очень удобно. Так это уже относится к той части. Берем рабочей ниткой, делаем косичку по двум петлям. То есть я сейчас делаю закрытие петель. И таким образом создаю тоже рубчик. Еще раз. Тот, кто не хочет рубчиков, не делайте рубчик на... нижней стороне, то, с чего начинали. И сейчас вы не делаете закрытие. Вы снимаете на вспомогательную нитку вторую часть, которая закончена была. И если вы не хотите рубчика, снимаете на вспомогательную нитку ту часть, полотна, на которой мы закончили вязание, разворачиваете лицом к лицу, надеваете на иглы и закрываете у вас этот рубчик, который у нас сейчас получится. Шов сшивания уйдет внутрь. Ну, если вы вообще не хотите, чтобы было хоть как-то заметно, делайте руками горизонтальный трикотажный шов. Он выполняется иглой. И после его выполнения вообще не видно никакого соединения. Но с такими вот рубчиками мне нравится больше, просто потому, что у нас все-таки вязание, и оно, благодаря именно этим загрубленным уголкам, лучше держит форму. Так, последняя петля. Вот что получается. Вот наш угол сыра. И теперь то же самое мы должны сделать с другой стороны. Вот. Вот точно такой же уголок. У нас известно 32 петли. 10, 20, 32. Для того, чтобы не выполнять вот этот вот рубчик на полотне, это неудобно. Мы берем и делаем его заранее. На 32 петлях мы их делаем. Потом надеваем наш сыр. И выполняем ту же самую операцию. То есть сыр у меня получается вот этой же стороной, чтобы ничего не менять. Даня, не ори, пожалуйста! И после того, как у нас будет готов рубчик, надеваем наши петли на машинку. Ну вот, мы вот таким вот образом выполняем. На пустой машине делать, конечно... На пустой машине делать рубчик гораздо приятнее, чем на полотне висящем. Это просто набор косичкой. Не затягивайте ни в коем случае, иначе у вас трубчик будет перетягивать край. Это нехорошо. До конца надевайте. И теперь сверху пойдет с вами сыр. Точно так же. Так, ну и здесь, видите, у нас получается немножко с другой стороны, поэтому сейчас беру то же самое. И вот эту вот нашу метку, и она должна была сделать с другой стороны. Определяю, где тут уголок. Вот он. 16 петель. И надеваем на игру. Не забудьте, что у вас снизу всегда на одну петлю меньше, чем сверху. Поэтому можете воспользоваться узелком, который у нас получился при завязывании нитки в качестве петли. И делаем, собственно, все то же самое. Провязываем два ряда, надеваем петлю. Два ряда петлю. После того, как у нас закончатся петли, мы все 16 петель введем в работу, наденем на иголки, ведем в работу все иглы, которые у нас сейчас будут на машинке. Надеваем вторую часть сыра на иголки и закрываем полотно. Все. На этом сыр, вязание сыра будет закончено. Нам останется только его набить набивочным материалом, придать ему форму и зашить. Так, сделали. Кому надо, заправьте под плотинки. Можете сейчас убирать, помогать на нитку, можете убирать немножко попозже. Так, две первые иголки у меня пойдут в работу, плюс первая игла. В тыльной части. Так, не забываем перевести каретку. Две иглы и провязываем два ряда. Раз, два. Две иглы в работу. Следующая петля надевается на иголку. У нас формируется следующий уголок. Две иглы сюда, петлю сюда. И, видите, вот, начинает, уже виден, мы уже видим этот уголок, и делаете то же самое до конца. Провязываете уголок, надеваете петли на иглы и закрываете полотно. У нас получается готовый сыр. Вот наш сыр. Вот так вот он получается. Набили его набивочным материалом. Получается отличный кусочек сыра. Сейчас мы его зашьем. И можно будет подпарить, поработать паром, придать форму. Вот рубчики. Вот это то, что мы с вами закрывали. А вот те рубчики, которые мы с вами выполняли, принудительно. Иначе, видите, здесь есть, здесь нет. Будет очень некрасиво. Чем я набиваю? Видите, у меня вот такая вот подушка. Я ее купила в магазине подушек. Это подушка для рукодельниц, те, кто хочет сам выполнять наволочки красивые. Для них продаются вот эти подушки с холофайбером или с каким-то другим таким материалом, на котором спать невозможно, но для игрушек идеально. Если у вас нет вблизи вот таких магазинов, в любом сетевике, любой сетевой большой гипермаркет, в нем продаются дешевые подушки. Вот эти дешевые подушки, есть тут самый холофайбер или какой-то еще материал для набивки игрушек идеален, потому что гипоаллергенные, легко стирать, моментально сохнет, при этом хорошо держит форму. То есть это подушки не для того, чтобы спать, а для того, чтобы мы с вами могли выполнять замечательные игрушки. Беру машинку и соединяю прямо на машине все это дело. Как я буду соединять? За протяжку. С одной стороны, и главное четко понять, где у меня заканчивается одна сторона, а начинается другая. То есть я просто одну протяжку надеваю на одну петлю, на одну иглу, простите. Даже никакие расчеты не делаю. Просто каждая протяжка межигольная надевается на одну иголку. Сверху я надеваю протяжки другой стороны и закрываю косичкой, причем закрываю рыхло. Если она закрыт туго, то можно перетянуть, потому что на самом деле если закрывать туго, надо делать перерасчет, смотреть, сколько вот это вот рядов содержит, состоит, сколько сантиметров составляет вот это количество рядов и пересчитывать в количество петель. Это тоже какая-то работа дополнительная и в общем-то здесь она не критична. вот здесь уже слетела, сейчас поправим. и вторую сторону точно так же каждую протяжку надеваем на иголку и закрываем. У меня получается точно такой же рубчик, как по бокам. мы не выходим за стиль выполнения этого кусочка сыра. Как только мы закрываем петли, кусок сыра готов. Нам останется выполнить мышь. и хочу вам сказать, что при выполнении вот этого, вот этой вот интересной достаточно игрушки, сыр является наиболее сложным элементом. Выполнили сыр, с мышью сейчас все будет гораздо проще. У меня остаются нитки, я могу даже вот эту нитку уже взять и ею и закрывать. Хотите, берите другую, это не важно, потому что у нас все равно все уходит внутрь. А так вам внутрь надо будет убирать узелок. Уберем узелок, поэтому я делаю узелок побольше. узелок большой, когда мы будем когда мы дойдем до этого узла, мы его остаемся наружу, потом крючком же заправим внутрь. И закрываю тем же самым способом, косичкой, ничего другого. Теперь же говорю, нет туган, но и не так, чтобы у нас петли болтались. Узелок остается снаружи, снаружи, мы его спокойненько заправим внутрь дружки. Закрыли, получили сыр. Нам остается связать мышку. Сейчас начнем ее выполнять. Сначала свяжем все детали, потом, потом, сошьем. Все, сыр готов. Распределите ла-файбер или какая у вас там еще есть набивка внутри, чтобы тоже уголок наш захватить. И вот, смотрите, мы с вами связали кусок сыра. Разгладить, подпарить, придать форму. Все, идеальный сыр. Полукруг образуется сам за счет того, что здесь такая выпуклость от набивки. И осталось только в этот сыр посадить мышку. Сначала вяжем ушки. Берем серый, коричневый, черный, но очень черный не надо, иначе муж будет плохо определяться, как она выглядит. У меня такой серый джинсовый цвет. 8 игл, 8 петель, 5 рядов. Это ухо. 8 петель. Делаю обвив. Можете делать косичку, но поскольку у мышей ушки очень мягкие, тоненькие, начинать с косички все-таки не стоит. Берите вспомогательную нитку и набирайте 8 петель. Провязывайте несколько рядов, навешивайте на них грузы. После этого один ряд катушечный и прямо по вот этой катушке вы делаете набор обвива. Это самый лучший способ для того, чтобы получить хороший край обвива. После того, как вы свяжете ушко, катушечную нитку вытаскиваете, и у вас идеальный обвив. Итак, провязывать 5 рядов, но не просто 5 рядов, а так, чтобы потом это ухо могли стянуть. Итак, раз, завяжите узелок, два, три, и теперь убираю каждую вторую петлю на соседний углу. Это нужно для того, чтобы у меня была хорошая стяжка, то есть ухо должно быть широкое сверху и узенькое снизу. Достигается это вот таким способом, самым простым. на каждую вторую петлю убираем на соседний угол. И еще два ряда провязываю. Ухо готово. Раз, два. Обрезаю нить и снимаю петли на эту же нить. вот что у меня получилось. И после того, как я все это стягиваю, у меня получается вот такое ушко. Вот оно. Вот оно мышиное ухо. Идеальное ушко. Оно и не круглое абсолютно, но и в то же время не квадрат, не что-то такое. Идеальное мышиное ухо. вяжете второе такое же ухо. После чего выполняем заднюю часть мышки. Попу. То, что будет торчать из сыра с задней стороны. По точно такому же принципу. Только петель много, потому что тело это все-таки не ушко, оно достаточно массивное. 20 петель. И делайте то же самое. обвив. Вот здесь можно и косичкой начинать, потому что это будет имитация, как будто бы наша мышца торчит из сыра. Очень утолщать тоже не надо, поэтому обвив в данном случае идеален, но можете сделать и косу, кто хочет. у вас будет такой еще рельефный вытаскивать мышки. Провязываем 6 рядов, то есть мы делаем то же самое. 4 ряда. Много не надо, иначе не собрать будет в круг. 1, 2, 3, 4, и то же самое. Убираем каждую вторую петлю на соседний угол. еще раз скажу, это делается для того, чтобы у нас была более плавная стяжка, иначе у нас будет не стяжка, а мешок. А нам мешок не надо, нам надо, чтобы полотно было достаточно гладким. и на петлях провязываете два ряда. Точно так же снимаете на эту рабочую нить каждую петлю. Оставляйте подлиннее, потому что помимо стяжки эта нитка у нас будет еще исполнить обязанности хвостика. Хвост можно будет привязать и какой-нибудь другой, а можно оставить эту ниточку. У мышей очень тонкие хвосты, прям очень тонкие, это странный вид имеют как будто они сломаны вот так углами торчат. Сама лично видела таких мышей и знакомы с ними. Поэтому хвост может быть абсолютно любым. Одной ниточки для него более чем достаточно. последняя петелька смотрим вот наша стяжка видите вот такой кружок получается это то что нам нужно больше и не надо два уха задняя часть мыши и теперь нам нужно выполнить нос. Нос мы будем выполнять хитро. Можно его вывязывать в виде уголка треугольника можно вывязывать так как буду делать я. Берем 10 петель петель ножа мышей длинные и любопытные и провязываем один ряд провязываем один ряд не провязываем перевели каретку в другую сторону нить проходит под иголками и второй ряд провязываем это вариант на самом деле самый простой для того, чтобы у нас петли точно захватились если вы провязываете, у вас нитка осталась лежать проводя каретку назад не всегда иглы могут захватить эту нить при том варианте, когда у нас нить проходит под иглами потом на иглы ложится и провязывается у нас без вариантов снизу получается протяжка и смотрим, насколько длинный нам нужен нос очень длинный, наверное, не нужен нам нужен такой хороший нос но не очень длинный, поэтому провязали как видите, я тут провязала два раза и делаем убавку убавку с двух сторон я ее делаю декерной провели нить под иглами провязали перевели каретку сделали убавку теперь мы заостряем нос нашей мыши делаем убавку делаем убавку до остренького кончика вот такой длинный-длинный нос любопытный вырезающий из куточка сыра так, и ниточку отрежьте потому что этой ниточкой мы можем с вами и закрыть петли так, последняя петелька получился вот такой вот нос он длинный, но у него внутри есть протяжки и эти протяжки мы сейчас с вами закрываем каким образом? начинаете их поднимать можете взять любую любую петлю рядышком и поднимаете протяжки раз два три четыре последняя пять через нее пропустили нитку у меня здесь еще есть протяжки берете любую ниточку боковую протяжки достаточно длинные все надо закрыть и закрываете так, чтобы у вас никаких просветов не было раз вторая часть идет не сначала а там, где у вас появляются вот эти протяжки там, где они у вас начинают расходиться два три и выпускаете эту же нить через открытую петлю у вас получается вот такой цельно вязаный длинный нос и нос, собственно, уже готов мы его набиваем нос с ушами вот это нос мыши мы его набиваем холофайбером и пришиваем и, собственно, все лапки у нас будут идти прямо из сыра нос готов вяжите второе ухо и сейчас будем заниматься сборкой нашей мышки начинаем собирать мышь сыр нос два уха и задняя часть мышки ножки сейчас будем делать по месту когда уже мышь будет готова беру углу пришивать можно катушкой можно теми же нитками, которые у меня есть но, мне кажется, катушечная нитка в данном случае будет немножко потоньше будет смотреться поаккуратнее и начинаю пришивать сначала мордочку нос не забудьте набить его немножко холофайбером потому что иначе он здесь сюда нос иначе он не будет смотреться у нас целиком он будет проминаться так убираю нитку которая у меня сверху находится внутрь и все равно на кончик носа мне нужно будет какую-нибудь бусинку нашивать поэтому не бойтесь, что он может у вас получиться не очень остреньким там будет бусинка и желательно вот этот шов который у нас шов не шов но вот эти ниточки петли, которые мы поднимали опустить вниз чтобы сверху нос был очень чистый аккуратный симпатичный можно связать эти нитки но так, чтобы не деформировать линию линию носа вот так вот аккуратненько и запихать внутрь пускай они тоже создают нам объем может быть, если нос небольшой то вот этих ниток и хватит и холофайбер не придется набивать так, набираем, набираем, набираем и запихиваем внутрь если видите, что не хватает можно чуть-чуть холофайбера буквально-буквально чуть-чуть вот совсем немножко чтобы только форму придать потому что если нос начнет деформироваться это будет очень уже нехорошо и можно даже его немножко вместе с этим холофайбером пришить чтобы холофайбер у нас занял свое место и так, придержать его и заодно вы придаете форму носу смотрите, чтобы он у вас не был очень широкий и в то же время не был очень узкий выбираете тот размер физиономии мыши который вам больше нравится весь холофайбер уходит внутрь очень важно, чтобы белые нитки нигде не торчат но мы потом все равно заправим если что-то будет где-то торчать и выбрали оптимальную для носа величину прикладываем этот нос к сыру и начинаем пришивать так, нижняя часть вот она, вот здесь у меня будет торчать нос оставьте место для лапок и оставьте место для ушек и смотрите, поскольку мышь достаточно объемная у нас это такой нос вот здесь вот у нее все тело здесь будет торчать задняя часть смотрите чтобы не не оказалось мышь у вас в самой узкой части иначе телу ну, теоретически так телу, которое должно бы там быть негде, будет поместиться и так пришивайте аккуратно эту мышку к сыру заправляю нитки внутрь оставьте место для ног и для ушей значит, нос должен где-то посередине сыра находиться вышиваете, заправився внутрь придаете форму и следующее у меня будут уши дальше уши берем ушки вот они такие бесформенные видите здесь у меня стяжка вот здесь начало рабочей нитки вторую рабочую нитку здесь у меня было начало вязания продеваю через другой противоположную сторону нашего уха немножко подтягиваю получается абсолютное закругление вот всего лишь ничего больше не делала здесь то же самое видите, вот такое ухо рабочую нитку перенесла на начало полотна с другой стороны затянула затянули петли затянули нити и получились два совершенно круглых уха и вот эти круглые уши лицевой стороны к себе мы подшиваем вот этой же нитью которую у нас пришивали нос к мордочке раз два пришиваете у нас получается вот такая вот ушастая мошка эти уши тоже ниточкой подшивайте пришили ну заодно и глазки видите просто бусинки какие были у меня голубые бусины но и голубоглазая мышь тоже очень даже симпатично смотрится вот ушки прямо рядышком с мордочкой пришиваете получается вот такая торчащая физиономия теперь напротив вот этой физиономии нам нужно сформировать заднюю часть мышки вот из этого круга вот так вот мы его сюда подошвем причем смотрите задняя часть у нас будет стоять на ножках ножки тоже будут чтобы они были не очень длинные пускай не поднимайте слишком высоко ножки у нас будут стоять прямо на рубчике поэтому формируем сейчас заднюю часть вот этим вот вот этой ниткой которая у нас осталось сформировать заднюю часть мышки вот она лучше использовать часть которая связана изнанкой она в данном случае потому что у нас закручивается краешек она будет смотреться посимпатичнее даст возможность такой выпуклости поэтому соединяем изнанку внутрь и вот той ниточкой которая у нас является стяжкой можем зашить а можем не той ниткой а той которая у нас осталась чтобы вот этот хвостик был хвостом мыши то есть в данном случае это не так важно потому что хвост мы можем взять абсолютно любой и так стягиваю как следует и зашиваю эту окружность вот задняя часть мышки вот так она и будет находиться вот это все мы подшиваем возвращаю нитку назад могу еще дополнительные пару стежков сделать назад и вернуть хвост на место и тогда хвост точно никуда не денется он будет уже именно такой конфигурации как надо так хвост из серединки вынимаю на ружу чтобы он вот вот он хвост обрежем потом на тот размер какой будет нужен так здесь можно чуть-чуть соединить и смотрите начинаю ой все убирается внутрь при сшивании формируем заднюю часть слишком высоко подшивать не надо потому что мышка у нас будет стоять на задних лапках у нее лапки не длинные вот сзади будут лапки они будут стоять прямо на бортике поэтому не высоко и смотрите чтобы напротив головы находилась попа мыши иначе тоже будет непонятно если это все куда-то уедет поэтому вот прямо напротив головы выравниваем заднюю часть и опускаем пониже чтобы ножки не были очень длинными так еще раз проверяю что вот так меня устроит положение мыши вот оно и пришиваю хвост не трогаю пришивайте за самый краешек потому что заднюю часть мы тоже будем набивать холофайбером чтобы она выпирала наружу поэтому за самый кончик аккуратненько пришиваете оставьте технологическое отверстие для набивки за край чтобы не отваливалось и в то же время хорошо держалось мы сейчас набьем холофайбером вот эту часть которую пришиваем и второй раз пройдусь иголкой подберу так чтобы ничего не выпирало и не торчало у нас холофайбер наружу и так небольшое небольшое отверстие получается для набивки как раз холофайбера надо совсем немножко много не набивайте чтобы только придать объем вкус такой очень приятный иначе получится блинчик а нам нужны объемы здесь иначе мышка не будет казаться натуральный такой вот набили посмотрите все все как должно быть и теперь зашиваете окончательно все хвосты потом хвост который у нас остается мы его тоже спрячем нашу наша задача сейчас ровненько все это пришить так чтобы ничего не выпирало и нитки были не видны прижмите заднюю часть так чтобы она казалась целиком вот только торчащей из сыра чтобы не было никаких вот таких выпуклостей она должна четко лежать на сыре поэтому пришивайте за самый верхний край не изнутри а за самую верхушку сейчас мы приметали теперь делайте так чтобы вот эта верхняя часть самая выступающая четко лежала на сыре за эту верхнюю часть и пришиваете максимально вот тогда будет такой эффект как будто и правда эта мышь торчит из сыра а иначе это будет похоже не на мышку а на желудь какой-то вот самая верхняя часть у нас должна идти вот видите тогда никаких заломчиков не получается и четко вот вот здесь он получается видите как грибок а здесь четко идет из как бы из сыра из тела нашего сыра вот так вот пришили за самые широко торчащие края и сейчас будем формировать лапки хвостик да лапки и хвостик и собственно все остаются лапки так берем крючок нитку цвета мыши складываем нитку пополам нам нужен этот хвостик и смотрим где мы будем делать лапки наверное вот тут лапка будет торчать и вот тут значит берем место где должна торчать лапка петельный столбик вытаскиваю эту петлю видите и начинаю делать парочку петель главное не затягивать пусть лучше будут свободные 1 петля 2 петля считаю обязательно 3 петля смотрю маловато 4 петля маловато 5 вот такой лапы наверное хватит значит 5 петель это у меня лапка вот она как раз доходит до рубчика и пускай она такая кривенькая остается хвостики вот эти надо мы сделаем из них пальчики то же самое делаю с другой стороны на этом же месте захватываю петельный столбик беру следующую петлю и начинаю формировать петли осторожно чтобы не вытянуть петли сыра 1 петля дальше держу ногтем 2 3 4 5 отрезаем продеваем продеваем через петлю второжненько все вот 2 2 лапки вот так вот они и торчат и здесь они цепляться ни за что не будут они будут держаться пальчиками за рубчик вот так вот а здесь они будут как бы отходить от от тела пришивать я их не буду пальчики беру иголку хотя можно и не иголкой тем же крючком смотрите у нас есть эти две нитки они могут выполнять обязанности пальчика нашей мыши так захватываю палец захватываю палец с другой стороны вторую нитку вот и возвращаю назад через хвостик ниточки нашей лапки палец назад раз один палец готов делаю второй палец через ниточку на лапке раз вот у меня два пальчика правда их лучше разнести подальше так мне не понравилось делаем заново лучше подальше разнести второй палец отнесите подальше иначе не получается в кучку и не видно что это пальчики один оставили второй подальше относите вот и вот так вот их соединяете с руками хотя можно это сделать и проще два пальчика один сюда другой сюда вот так мышка держится видите и завязали все так еще проще мы соединили лапку и получается что мышка у нас держится то же самое делаем здесь формируем два пальчика можно сделать больше пальчиков этими же ниточками нитками то же самое все будет второй палец подальше и соединяем этот палец сюда этот палец с другой стороны тянули и соединяем их сверху и получается что наша мышка держится за бортик так вот своими тоненькими лапочками нитки убираем внутрь сыра и вытягиваем с другой стороны между пальчиками достали протянули все следов нет то же самое здесь подальше вытащили между пальчиками между пальчиками протянули вытащили ниточки и все вот наша мышь держится за бортик то же самое делаем с этой стороны только лапки у нас будут идти из самой мышки поэтому и надо было сделать немножко пониже чтобы эти лапы не были такими длинными и собственно то же самое петелька берем захватываем кусочек сыра и кусочек мыши и начинаем формировать петли раз два три четыре смотрю не хватает пять достаточно это как вариант вот лапка одна точно так же берем здесь где-нибудь кусочек сыра кусочек мыши захватили и те же пять петель раз два три четыре пять ножки мышки торчащие из задней части вот и цепляются эти ножки точно так же за бортик как как и передние форме их точно так же после этого мы хвост просто можно пропустить под ногой к ноге привязать его привязываем в одной с одной стороны можем не привязывать можем не к ноге а вот так вот кое-где пропуская через петлю как бы захватывать этот хвостик чтобы он вот шел здесь прихватился чуть-чуть где-нибудь здесь прихватился чуть-чуть можно завязывать узлы можно не завязывать можно его пришить полностью можно его вообще вышить это уже на ваше усмотрение как вы будете оформлять хвост все и отрезаете лишнее вот так вот у нас и будет торчать там где он хочет вот он хвост лапки пришили голову пришили бусинки вставили все наша мышка собственно вот на этом и готова убирайте лишние нитки само собой если они нормально при завязанной узлы вот так вот внутрь сыра заносите их и отрезаете мышь стоит у нас на полу но в то же время она вся полностью торчит в сыре задние ноги выполняем и мышка готова до сих пор все лапки и Продолжение следует...